Танго В этот раз в столице Приволжье на паркет вышли 800 пар из самых разных городов страны. В вальсе Победы танцуют все. Организаторы с гордостью подчеркивают, что с каждым годом география участников растет. Особенность турнира нашего, что он приурочен к Дню Победы. Это великий праздник, который мы любим, которым мы гордимся. И мы в эти числа всегда проводим наш турнир. Уже 16-й год проходит соревнование. Со всей России приезжают пары. У нас очень много городов. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань. И в первую очередь, конечно, мы чествуем наших ветеранов, которые сидят у нас на турнире, которые смотрят и тишат профессиональных пар. Главные зрители сидят на лучших местах. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла вспоминают молодость, военные годы и говорят, что так танцевать им не довелось. Работала на двух работах. В госпитале и в детском саду работала. Так что работы хватало. Ну и, конечно, семья большая и дом доставала. Вот такая наша жизнь была. Мне вот от красота доживаешься. Ой, люблю прямо вот. Муша радуется. 16-й всероссийский конкурс по спортивным бальным танцам «Вальс Победы-2016» проходит при поддержке Законодательного собрания Нижегородской области. В церемонии открытия принимает участие председатель ЗАГС собрания Евгений Лебедев. Ребята, которые занимаются этим видом, сегодня это уже спорт. Скорее всего, они в жизни будут такими же красивыми, такими целеустремленными, такими же готовыми к каким-то совершениям, достижениям, как они вот сейчас, будучи совсем маленькие, четырехлетние, начинают. Но они уже погружаются в такую атмосферу красивого вида спорта. На турнире разыграны Кубок Законодательного собрания Нижегородской области и Кубок Субъекта Российской Федерации. По результатам турнира парам присвоены спортивные разряды. Юлия Короткова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.